так друзья всем привет на канале евгений эксперт одессы и вы думаете куда это его сегодня уже занесло в какую-то чащу на самом деле это не чаще а это мемориал героической обороны одессы 411 батареи я сейчас сюда приехал сегодня потому что здесь оказывается вообще стоят российские танки которые поражены нашими и их притащили сюда как трофей сейчас вам буду их показывать пройдусь немножко по парку покажу вам как он выглядит покажу вокруг себя я честно говорят танка не видела новые образцы эти шту стоят 411 батареи вам тоже сниму какие-то 34 сушкой боро тос и вот таких новых мы сами видел сейчас у них полезем так друзья начинаем показывать потихоньку сам мемориал задним ходом по лестнице так что вы уж там не обвисуйте немножко я торможу вот стояла такая защитником одессы а сейчас мы пойдем дальше и будем смотреть что у нас там за танки приехали вражеские но тут они остановились вообще как у нас говорят кто одессу маму тронет у мама похоронен так что расисты предупреждаем сразу одесса это не то место куда вам стоит ехать потому что будет с вами такая же история как затем и закона короче вот такие вот тут танчики покажу вам далека сначала обойду их техника новая такие не видел их уже правда ребята наши под разрисовали немножко но все равно интересные сейчас обойду вам их по кругу покажу как они выглядят а потом полезем внутрь посмотрим что что за железяки такие на чем к нам эти р-6 приехали и собирались нас победить вот следующий экспонат самый модный по ходу так кого бы наши пацаны классно разрисовали кстати танки разрисовывали те ребята которые котов рисуют вот наших на стенах вы знаете да таких патриотичных котиков рисуют вот это вот и разрисовали они вот эти вот ужасные железяки так и не выглядят со стороны блин конечно страшно машина увидеть перед собой наверно немножко строго ну пою но если есть хорошее оружие такое что вот отрывает ему чердак то наверное не так страшно получается вот видите какая броня у них было у расистов но его хорошо шарахнули так ну что будем лезть в танк посмотрим может там расиста какого-то горелого найдем жареного так когда-то пока нажму паузу потому что со стабилизатором как-то не очень удобно так здесь на него удобнее залезть наверное спереди у него там скошенная такая скошенная такая часть конечно через люк тут не залезть надо короче сбоку как-то обходить ну что тут все такое сложное у меня друзья давно вообще выкладывали видео про эти танки но у меня как-то у меня руки не доходили точнее все время забывал что их привезли и сегодня вспомнил думаю вообще может их уже цеда и убрали но на самом деле не повезло и их не убрали так спускаюсь сам танк ну что идем заглянем в эту бмп или бтр кто знает как она называется пишите в комментариях я просто человек вообще не военный и есть все что я знаю то что я вижу по телевизору блин конечно не так не тупо говорить потому что вся проблема сейчас из-за телевизора происходит но так вот внутри вот эта вот зараза видите какая тут сидели расисты тут они наверно и пожарились ну короче друзья хочу сказать что наверно это лучшие русские танки в своем лучшем состоянии которое я видел вообще в своей жизни лучший русский танк это сгоревший русский танк и как раньше была такая дурацкая поговорка хороший это мертвый а сегодня лучше сказать хороший русский это мертвый русский особенно тот который приехал на нашу родину и пытается что-то у нас собрать или отжать ну вот сейчас заглянем в эту последнюю какую-то колымагу я не знаю что это вообще такое тоже пишите специалисты эксперты кто знает что это за машина ну это какая-то бмп наверно или я даже не знаю какая-то низкая такая маленькая сейчас на нее тоже заглянем может какую-то косточку расиста тут нароем не расисты все выгорели напрочь осталась только какая-то у них там компрессор от всего их него аналогов нетного оборудования вот друзья короче залезли полазили по танкам сейчас пройдусь вам покажу просто саму 411 батарею как она выглядит сейчас в данный момент извините одену очки потому что солнце прямо светит в глаза и блин щурюсь и буду как какой-то азиат у вас смотреться вот а вообще я-то одессит будем выглядеть только одесситы так ну идем на саму аллею пойдем посмотрим на старые военную технику кто военную или там советскую не знаю как ее назвать скажу вам честно что я только такую элиту до вот этих танков вот да да а я пока буду обойду с другой стороны чтоб солнце не светило мне в камеру и вам было получше все это дело видно вот очень классно напоминаю сегодня двадцать девятое число двадцать девятое сентября и это уже прошло больше семи месяцев войны которую начала Россия спидерация наверное правильно ее называть потому что нормальные люди в двадцать первом веке такой херни они страдают вот всех их посадить на этот бронепоезд и прямым ходом в ад отправить ну вот друзья кто не был на четыреста одиннадцатой батареи или вообще кто смотрит меня не из Одессы есть у нас такой мемориал находится в прибрежной зоне скажем так это была линия обороны Одессы во время второй мировой войны здесь наши бойцы героически защищали город при помощи вот таких вот серьезных орудий на самом деле я вам скажу что вообще четыреста одиннадцатая батарея была одним из самых мощных укреплений в ну на побережье Черного моря наша батарея обладала самыми мощными орудиями на тот момент береговыми пушками там какого-то бешеного дикого калибра я даже не могу вам сказать вот и ну типа это считалось самой мощной оборонной сооружением на берегу на берегу всего Советского Союза даже можно сказать ну одна из самых мощных батарей была наша 411 вот пока что пройдусь вам по тем пушечкам что тут стоят и даже такие пушки в умелых руках наших бойцов я думаю тоже бы сыграли на нашу победу потому что главное у бойца это знать за что он воюет когда ты воюешь за свою родную землю то ты с лопатой победишь а когда ты нападаешь на чужую землю то ты рано или поздно будешь уничтожен вот вот типа победительница второй мировой войны ну а сейчас у нас аналог этой старой развалюхи хаймерсы американские которые нам друзья предоставили и с их помощью мы орков просто довели до слез начиная с простых солдат и заканчивая их высшим руководством вот такая вот ребята сегодня прогулка у нас получилась сейчас все самолеты помогут красивые есть о, есть любое Ла по-моему он назывался Ла-2 но тоже как бы эти самолеты были первыми которые которых боялись немцы потому что наши ребята на них очень грамотно летали они были очень простые в управлении и на них было очень легко обучиться изначально и поэтому даже самый простой пилот который летал до этого там на каком-то кукурузнике мог смело пересаживаться вот эти вот военные самолеты второй мировой и и на них уничтожать фашистов что и сейчас делают наши ребята из ССУ уничтожают этих уродов которые решили присягнуть на нашу родную землю и предупреждаю их вы будете уничтожены и наступит мир во всем мире благодаря нашей героической стране в общем друзья такая спонтанная прогулка у нас выдалась к мемориалу 411 батареи классная погода солнышко тепленько кстати если у кого настроение приехать к морю можете смело приехать подышать воздухом потому что погода на самом деле классная вот а я возвращаюсь домой монтировать вам этот ролик кто здесь никогда не был ставьте лайк за экскурсию кто был ставьте лайк за то что вы здесь побывали друзья я хотел вам показать больше но закончилась пленка на телефоне короче кто хочет мне подарить карточку большего объема пожалуйста буду рад такому подарку чтобы снимать вам более качественные длинные видео а сейчас хочу вам сказать подписывайтесь на мой канал ставьте лайк пишите комментарии кстати о названии техники я вас там спросил в середине видео пожалуйста пишите потому что я честно говоря не знаю как эти танки называются чтобы я мог людям рассказывать своих видео что я тут видел на этой 411 батарее так что всем привет героям слава слава Украине победа за нами и не за горами с вами был Эксперт Одесса всем хорошего дня спасибо 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 спасибо